Добрый день. На сегодняшний день, на 17 июня, появлено 94 новых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 59 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском по 6, Амгинском, Верхоянском, Мирнинском по 4, Вилюйском, Намском, Усялданском по 3, Верхневилюйском 2. За сутки проведено более 3000 исследований, всего обработано более 1 миллиона тестов, и по вакцинации на сегодняшний день в нашей республике имеется 211 409 доз, которые поступило с начала вакцинальной кампании. Первую вакцину за этот период получило 189 тысяч человек, в том числе старше 60 лет 43 тысячи. Вторую вакцину получили 149 тысяч 94 человека, в том числе старше старшего возраста 60 лет 35 тысяч 160 человек. Таким образом, использовано 89% вакцин от общего количества объема, и вчера поступила новая партия 3300, которая распределена по пяти районам нашей республики, где уже нулевые остатки. Хотелось бы отметить, что буквально вчера глава Минздрава Российской Федерации Мурашко сказал о том, что спутник ВИП прошел все клинические испытания и сегодня подана документация на разрешение применения данной вакцины, в том числе и у беременных лиц. Поэтому возможно, что буквально может с июля месяца мы начнем защищать наших беременных от этой коварной инфекции. Я подчеркиваю, что сегодня вакцинальная кампания является очень главной и важной в нашей стране. Это единственный путь разобщения и разрыва передачи инфекции друг от друга от человека к человеку. Поэтому очень важно сегодня, во-первых, продолжать соблюдать все меры, рекомендованные указом главы. Это ношение масок, дезинфекция, дистанцирование, соблюдение санэпидрежима в своих рабочих местах и в помещениях, общественных пространствах. И, естественно, в первую очередь это вакцинация. Мы также призываем всех вакцинироваться. Все выходные дни вакцинальные кабинеты по всей республике будут работать. Пожалуйста, приходите, записывайтесь через различные форматы возможностей записи. Это непосредственно и через государственные услуги, и на сайтах медицинских организаций, в регистраторах, через облачную поликлинику. И можно точно так же, как мы уже говорили, коллективные договора заключать с поликлиниками, чтобы вам было удобно и могли приезжать непосредственно на ваше предприятие проводить вакцинацию. Сегодня пока в наличии в республике только спутник ВИ. ЭПИВАК ожидаем ближе к концу месяца. Но, тем не менее, подчеркиваю, что на самом деле эти обе вакцины практически идентичны. Разницы для них никакой части получения нет. Подтверждены клинические испытания по количеству возможных осложнений при вакцинации у той и другой, и в том числе и КОВИВАКа, практически идентичны. Разница между этими вакцинами больше, наверное, важна для медицинских организаций в части возможностей их транспортировки и условий хранения. Будьте все здоровы, берегите себя. С наступающим праздником национального эсэха.